Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в обществе Первый лад и сегодня у нас очередной урок по блюзу, это разбор легендарной песни Джон Ли Хукера «Бум-бум». Я думаю, все слышали эту песню, она звучала в миллионах все вместе кинофильмов, игр, она постоянно звучит по радио до сих пор, так что это очень известный хит, она бывает в разных вариантах, она была записана в разных вариантах, я покажу их в общем все, там разница небольшая и окунитесь в мир лечебной грязи от Джона Ли Хукера. Также обращу ваше внимание на наш пятичасовой курс по блюзу импровизации для начинающих и естественно не только для начинающих, мы гордимся этой работой и советую вам изучать ее, этого материала вам хватит очень надолго и если вы пройдете его весь и будете делать то, что я вам говорю, я думаю, у вас все будет очень хорошо и вас можно смело выпускать на джемы, создавать собственные группы, вступать в какие-то хорошие группы, все будет хорошо. Также у нас есть интересные штучки в нашем сообществе ВКонтакте, в которые вы тоже можете вступить и читать интересные факты про нашумевшие альбомы и главных артистов 19 и 20 века, ну и подписывайтесь на YouTube, оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайки, вроде все, перейдем к разбору Бум-бум Джон Ли Хукер. Итак, друзья, песня Бум-бум у нас играется в тональности ми, мажор и у нас в общем есть две части, первая можно назвать вопрос, а вторая ответ, то есть вопрос у нас и ответ. Разберем каждую из них по отдельности. Вопрос у нас базируется на двух боксах минорной пентатоники ми, то есть вот он первый через открытые струны, и вот он второй. Если плохо знаете пентатонику, хотите в этом разобраться, смотрите видео наших первых ладов по пятипозициям пентатоники. Итак, первый рифф, соответственно, едет из первой позиции пентатоники ми минор во вторую, то есть слайд от второго до четвертого лада на третьей струне, и затем третий лад на второй струне. То есть можно по вашему вкусу, хотите, чтобы одновременно звучали эти две струны, а хотите, чтобы они звучали по отдельности, это не так важно. Здесь у нас работает рука правая переменную штрихом, потому что в одну сторону это слишком быстро. Сам хукер, естественно, играл это все пальцами. Потом слайд обратно до второго лада третьей струны, открытая третья струна, второй лад четвертый, открытый четвертый и второй лад четвертый опять. Обратите внимание, что акцент у вас каждый раз в слайдах, да? То есть, в общем, на каждой первой доле у вас акцент. Это первый у вас вопрос, который будет встречаться здесь. И второй. Третий лад второй струны. Потом бенд вторым пальцем на третьей струне втором ладу. На полтона. То есть, фактически, да? Да, блюзовые ноты. И эта нота у нас си бемоли. Открытая третья струна. И также второй лад четвертый, открытый четвертый и второй лад четвертый. Итак, это мы разобрали оба вида вопросов. Соответственно, ответ. Главный у нас на ми. То есть, вы берете аккорд ми мажор. И играете по трем нотам, да? Чтобы у вас звучал ми пять. Все, медиатор вниз. Потом мизинцем третий лад шестой струны. Затем вы кладете третий палец. На второй лад четвертый, третий и второй струны. То есть, фактически, у вас здесь звучит аккорд ли а мажор. Да, вы играете по этим трем струнам. На самом деле, если вы попадете еще по каким-то струнам, ничего страшного. Там все звучит, что надо. Потом вы убираете с этого ля. Ставите обратно на ми. И играете, ну, приблизительно там по первым, двум, трем открытым струнам. И потом играете по особой струнам ми. Ну и опять же, если попадете в две-три струны, ничего страшного. То есть, риф звучит так. Все вместе. Видите, здесь обратите внимание на переменный штрих. Низ, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. А здесь вниз, 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 вверх, вниз. Еще раз. Так звучит первые четыре такта. Собственно, в куплете у вас звучит следующим образом. То есть, вы пропеваете слова. То есть, вы по очереди играете вот эти вот как раз вопросы. Они фактически в куплетах у вас становятся ответами. Но это вы думаете, услышите, если послушаете оригинальную запись. Итак, есть разные версии бум-бума записанного. Есть, что он просто играется на одном аккорде, весь куплет. Есть, когда он играется по квадрату. Я выбрал эту версию. Ну, то есть, на одном аккорде, понятно, вы просто играете вот это, то, что мы уже разобрали, и больше ничего. Есть, как я уже сказал и повторюсь, версии, где играется по квадрату. То есть, 12-тактовому квадрату, обычному, плюсовому. И там, соответственно, есть переходы на аккорд ля и на аккорд си. На субдоминанту и доминанту, соответственно. То есть, вы играете... Потом... То есть, вы переходите на аккорд ля. То есть, тоже самое играете этот вопрос. Открытые третьи струны. Потом второй лад. Второй лад, четвертая струна, открытая третья. И второй лад, второй струной. То есть, у вас... И у вас, соответственно, по аккорду ля звучит так. То есть, вы берете аккорд ля-5. Соответственно, играете его вниз. Потом третий лад. Пятый струны. Пятый лад. Пятый струны. Потом убираете, играете этот аккорд медиатором вверх. И медиатором вниз. И обратно на ми. Соответственно, вы переходите на си. Последний аккорд. Указательный пальцем уже все. То есть, так же, как у вас... На ми вы играете, только последняя нота у вас... Не второй лад четвертой струны, а второй лад пятой струны. Лучше указательным пальцем это взять. И здесь у вас будет... Еще раз эту ноту на втором ладу. Мизинцем пятого лад пятой струны. Затем второй лад четвертой и третьей струны. Пятый лад пятой. И опять в второй лад пятой струны. И опять на ми. И таким образом у вас это крутится. Когда после слов... У вас идет вот эта вот танцевальная часть. У вас, соответственно, опять же, есть разные версии, где вы играете по квадрату. В основном все играется на одном аккорде. То есть, все то же самое, как вот этот риф мы с вами проходили, только... Каждый раз вы играете два раза по аккорду ми-5. То есть, по басовым струнам практически, когда вы зажимаете аккорд ми-мажор. Смотрите, здесь главное понять, где у вас акценты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть, у вас на второй удар вниз. Первый акцент, второй акцент. Когда вы зажимаете вот этот, собственно, аккорд ли-мажор. То есть, у вас за счет этого добивается танцевальность. Потому что, если вы будете играть... Не раскачивая, то это неправильно. Соответственно, и вы можете просто то же самое играть по квадрату. Вот, собственно, и все про бум-бум. Играйте с Джон Ли Хукером, играйте один, пытаетесь петь, пытаетесь придумывать свои какие-то версии. Это все классика, которую надо знать. И я надеюсь, что пригодился вам в объяснениях сего репертуара. Ну, увидимся в других видео. Всем пока. Что ж, друзья, учите слова, учите этот риф. И пойте вместе с нами. Бум-бум-бум-бум. I'm gonna shoot you right down. Субтитры сделал DimaTorzok